16 октября 2009 года в городе Смоленске состоялось открытие формы «Мост. Будущее». Члены попечительского совета, в который вошли губернатор Смоленской области Сергей Владимирович Антуфьев, президент Открытого акционерного общества Российской железной дороги Владимир Иванович Якунин и многие другие обсуждали важные на сегодняшний день вопросы. Благодарительный фонд социальной помощи «Расправь крылья» помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Покупка детской одежды и оборудования для лечения, летний отдых и обустройство детских домов, путешествия и тренинги для ребят – все это деятельность фонда. Реализуя проект «Мост. Будущее», благотворительный фонд «Расправь крылья» сделал серьезную заявку на системную работу в области социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. Особенностями проекта является его масштаб – это региональный проект, его инновационность, нацеленность на совершенствование системы работы с детьми-сиротами через внедрение новых технологий. И, конечно же, партнерский характер – развитие взаимодействия между государственными учреждениями и негосударственными организациями. Социальный проект призван помочь ребятам без родителей вступить в жизнь. Цель проекта «Мост. Будущее» – создать в Смоленской области в период с 2008 по 2011 год региональную систему сопровождения, которая должна органично дополнить существующую государственную систему работы с выпускниками и повысить эффективность этой работы в целом. В конечном счете, это будет способствовать успешной интеграции выпускников в общество, окажет существенное влияние на реализацию выпускниками своих возможностей и законных прав, уменьшит число детей-сирот в группе риска, снизит социальную напряженность в обществе за счет уменьшения преступности и безработицы среди детей-сирот. Помощь в рамках проекта оказывается двум категориям детей – воспитанникам старших классов интернетных учреждений и выпускникам из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет в период получения ими профессионального образования и на первом рабочем месте. Координация работы специалистов и учреждений разной ведомственной подчиненности, как при решении проблем конкретного выпускника, так и при решении вопросов совершенствования работы с детьми-сиротами, в целом являются важным условием эффективности региональной системы сопровождения. Поддержка проекта государством, бизнесом и общественностью создает условия для обеспечения долгосрочной устойчивости региональной системы сопровождения. Для достижения цели проекта фонда разработаны две модели организации помощи выпускникам – модель региональной системы сопровождения выпускников детских интернатных учреждений и модель Центра поддержки выпускников. Создать региональную систему сопровождения выпускников детских интернатных учреждений для обеспечения их успешной адаптации к самостоятельной жизни – это главная задача «Форма МОЗ Будущее». Приоритетом на 2009-2010 год направлениями развития проекта являются дальнейшее развитие региональной системы сопровождения и создание ее нового структурного элемента – системы выпускников на первом рабочем месте и подготовка наставников на предприятиях, разработка и реализация специальных проектов для оказания помощи выпускникам из отдельных групп риска «Молодая мама», «Жилье», «Трудоустройство», расширение сотрудничества с местными органами власти и предприятиями, активизация деятельности по обеспечению долгосрочной устойчивости региональной системы сопровождения. Видеть настоящее и задумываться о будущем – главный лозунг благотворительного фонда «Расправ крылья» и форума «МОЗ Будущее». Продолжение следует... Продолжение следует...